Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда прошу переключить слайд И получается, что мы говорим сегодня о поздних линиях лекарственного учения колоректального рака Конечно же эпидемиологически мы видим, что это заболевание достаточно распространенное И занимает третье место по заболеваемости Второе место по смертности в структуре онкологической заболеваемости И заболеваемость растет с возрастом Следующий слайд, пожалуйста За последнее время, конечно, проведено большое количество клинических исследований Новые препараты входят в нашу жизнь Мы видим, что по данным, например, этой работы Если мы сравним нулевые с десятыми годами То есть определенный прирост в медиане общей выживаемости Ну здесь порядка 16% За счет чего? За счет третьей линии в частности Да, ну здесь вспоминается регрифинип Центруэдуктивные операции на печени И трифолидин-типерацил Следующий слайд, пожалуйста Ну вот эта диаграмма СЕСМО-2023 Она на самом деле была и на прошлых конгрессах Что мы здесь видим? Что на данный момент, к счастью, я думаю, все-таки Мы имеем достаточно большую медиану общей выживаемости У больных колоректальным раком И не только за счет первой и второй линий Не только за счет центруэдуктивных вмешательств Но и за счет добавления такого большого арсенала Лекарственных препаратов В третьей и последующих линиях лекарственного лечения Следующий слайд, пожалуйста Ну, на справедливости ради стоит сказать Что, конечно же, далеко не все больные могут получить Эти поздние линии лекарственного лечения Они достаточно предлечены Вот данным этого исследования порядка 24% И, опять же, далеко не все больные старше 65 лет Вообще умрут от колоректального рака Даже если он у них есть Следующий слайд, пожалуйста Ну, что касается регрифениба У меня есть определенное сложилось представление Об этом препарате в рамках рутинной клинической практики Здесь представлены сжато данные всех исследований Которые были посвящены изучению эффективности этого препарата Конечно же, я не буду рассказывать про каждое из этих исследований В этой аудитории Это, я думаю, что лишнее Но, тем не менее, хотелось бы отметить Что касается мутации кераз Часто муссируют Она никак абсолютно не влияет на результаты лечения этим препаратом С другой стороны Следующий слайд, пожалуйста Есть определенные работы Причем они уже давно были выпущены Все могли их видеть Что при лечении регрифенибом Все-таки нужно определять Какой-то отбор больных делать Что имеется в виду? К сожалению, вот в нашей клинике Я недавно считал Порядка там 100 больных Обсчитывал с регрифенибом Ну, к сожалению, 80% Это первый контроль Это прогрессирование Почему так происходит? Ну, потому что назначается препарат всем подряд А на самом деле Работает он лучше всего у тех пациентов У которых высокий соматический статус По шкале ЭКОК Время от начала лечения метастатической болезни Менее 18 месяцев Ну, в идеале, конечно, чтобы отсутствовали метастазы В печени Следующий слайд, пожалуйста Ну, вот еще одна работа Которая демонстрирует Это только здесь такая бальная шкала Тех признаков Которые могут повлиять на эффективность С регрифенибом Мы видим, что мутация КИРАС здесь незначительно влияет Тем не менее, если мы имеем ЭКОК-2 И метастазы в печени Это, как я и сказал Первый контроль – это прогрессирование Поэтому, наверное, нужно все-таки более тщательно Отбирать больных на эту терапию Для того, чтобы просто не губить их токсичностью Ради того, чтобы просто полечить Следующий слайд, пожалуйста Ну, вот, на мой взгляд, интересный препарат Фруклетениб, который должен был зарегистрирован быть на днях У людей, если меня не изменяет память И нас интересуют здесь два исследования Больше, конечно, это исследование Фреско-2, поскольку это глобальная популяция А не только азиатская И дизайн, он на самом деле схож с исследованием Регрифениба То есть препарат сравнивался с плацебо Но основная идея здесь в том Которую я бы хотел донести до аудитории В том, что здесь как раз-таки пациенты более предлеченные были Большое количество пациентов, как видите на слайде Получали ранее регрифениб Более того, большое количество пациентов Ранее получали и трифауридин-типерацил И практически подавляющее большинство пациентов Получили таргетную антивиджифаротерапию Следующий слайд, пожалуйста Несмотря на все Предлеченность этих больных Мы увидим, что определенный бенефит имели все Даже те, кто получали фруквентениб Уже в четвертой, чуть ли не в пятой линии лекарственного лечения Поэтому препарат достаточно обнадеживающий Я думаю, что он сместит Олегрифениб в четвертой линии Вполне возможно в ближайшее время Следующий слайд, пожалуйста Трифауридин-типерацил Три исследования в монотерапии Одно исследование Sunlight Последнее в сочетании с бивоцезумабом И здесь, конечно же, хотелось бы тоже остановиться Не на каждом из этих исследований конкретно А на определенных факторах Которые могут нам помочь спрогнозировать Эффективность этого препарата Следующий слайд, пожалуйста Ну вот одно из исследований Мы видим, что опять же есть Факторы, которые перекликаются с регарифенибом О том, что пациенты С отсутствием метастаза в печени С высоким соматическим статусом Они, конечно же, здесь медиана общей выживаемости Она порядка 16 месяцев По сравнению с контролем Это огромная медиана общей выживаемости В поздних линиях лекарственного лечения В то время как пациенты С точностью наоборот Да наоборот, да, у которых есть метастазы в печени С низким соматическим статусом У которых дебют заболевания был менее чем 18 месяцев назад Они, к сожалению, вообще никакого выигрыша от этого препарата Не получают Следующий слайд, пожалуйста Да, это метаанализ трех исследований монотерапии Трифилудин-типерацилом Где пытались выявить все-таки Какие факторы могут повлиять тоже на эффективность данного лечения Ну, было выявлено, что наличие мутации керасы Не влияет вот здесь, например, на эффективность лечения Тем не менее, даже соотношение нитрофилов-лимфоцитов Оказалось, что влияет Ну, в целом, те же факторы, да То есть, высокий соматический статус Повторять их уже из слайда в слайд я не буду Они написаны для ускорения процесса Давайте следующий слайд Вот последняя работа, очень интересная, 23-го года Где наши коллеги европейские Они оценили все-таки влияние мутации керас На эффективность лечения ТАС-102 Первая часть исследования Порядка тысячи больных, видите, коллектальным раком Это рутинная клиническая практика И они что сделали? Они смотрели мутацию керасы Не просто есть она или нет А здесь именно смотрели разновидности этой мутации Соответственно, видите, что оказалось как раз-таки Что при наличии мутации керас G12 Здесь никакого улучшения результатов лечения На фоне ТАС-102 не было В то время как при наличии мутации керас G13 Оно было Следующий слайд, пожалуйста Это как раз-таки продолжение этого же исследования Они уже взяли данные из протокола ресорс Где было достаточно большое количество больных Которые туда включались И в таблице, которую я показывал Уже в этом протоколе был приведен анализ Что мутация керас не влияет Это конкретно написано в статье Тем не менее, при проведении вот такого вот Более прецизиозного анализа видов мутации керас Также было показано Что у больных, которые имеют колоректальный рак С мутацией керас G12 Они, к сожалению, не выигрывают От назначения данного препарата В то время как в общей популяции При отсутствии мутации И при наличии мутации керас G13 Здесь достигался определенный Статистически значимый выигрыш От назначения ТАС-102 Следующий слайд, пожалуйста Ну, исследование Sunlight Останавливаться долго не буду Все знают ТАСКО-2023 Доложены результаты На мой взгляд Потрясающие данные по общей выживаемости Я не нашел, честно говоря В какого-то подгруппового анализа Ну, возможно, он будет опубликован В ближайшее время Именно по мутациям И по каким-то факторам Которые могли повлиять здесь На результаты лечения Тем не менее Данный вид терапии Конечно, является сейчас золотым стандартом Стал золотым стандартом В третьей линии лечения колоректального рака Следующий слайд, пожалуйста Ну, на неждательных явлениях восстанавливаться не будем Следующий слайд, пожалуйста Ну, реинтродукция Вот есть три работы Две из них иностранная Одна отечественная И в двух из них показано Как раз-таки, что вот эта реинтродукция Ранее использованная схема лекарственного лечения Будь то Фолфокс или Фолфери У тех пациентов, у которых А, был ответ на это лечение долгий Б, у них нет какой-то сильной токсичности Да, она может привести к тому, что Это ретроспективные данные Но тем не менее Привести к тому, что эти пациенты Получат выигрыш Порядка шести месяцев Вот если мы возьмем пациентов Кто получает регрифинип Третьей линии И тех пациентов, кому проведена реинтродукция То те пациенты, кто получает реинтродукцию Будут жить условно в два раза дольше Ну вот, если следующий слайд мы посмотрим Два исследования Видите, 100 больных Слева 12 месяцев медиан общей выживаемости На реинтродукции А наше отечественное исследование Новое, которым как раз-таки В соавторах Михаил Юрьевич Федянин Фигурирует Соответственно Если кто-то еще с ним не знаком Очень советую почитать Очень интересная работа Вот здесь не получилось показать Что как раз-таки Выживаемость пациентов Каким-то образом лучше На терапии При реинтродукции То есть данные по Выживаемости без прогрессирования Здесь различаются Тем не менее По общей выживаемости нет Поэтому назначать ли реинтродукцию Вопрос, конечно, открытый А можно следующий слайд, пожалуйста? Ну, опять же, реинтродукция Если мы говорим Анти-ИДЖИФАР-терапия Есть определенные Конечно же Вот на слайде Триггеры к тому Чтобы ее назначить Потому что на фоне Лекарственного лечения Первой-второй линии Клеточный пулопухоль Может меняться Может, так сказать Появляться Большее количество Или меньшее количество Клеток Которые чувствительны К анти-ИДЖИФАР-терапии Но тем не менее На практике Следующий слайд, пожалуйста Есть не такое Большое количество Исследований Которые Нам говорят о том Что нужно этим заниматься В рутинной клинической практике Посмотрите Вот несколько Рандомизированных Исследований Второй фазы Очень малое число Больных Медиана общей выживаемости Она здесь На уровне 9 месяцев У тех больных Кому была проведена Реинтродукция Анти-ИДЖИФАР-терапии Но тем не менее Если посмотрим На частоту Объективных ответов То, наверное Здесь Возникает очень много вопросов Она слишком разнится И вкупе с тем Что мало пациентов Было включено Наверное Требует Наверное Большего количества Как минимум Исследований Следующий слайд, пожалуйста Ну вот Пожалуйста Исследование КРИКЕТ Достаточно давно Тоже было опубликовано И мы видим Что Если мы Подходить к вопросу Реинтродукции Анти-ИДЖИФАР-терапии Более прецизионно Прецизиозно То Конечно Нужно иметь В своем арсенале В вашем учреждении Аппаратуру Которая может определять Циркулирующую эпохолию ДНК Определять там Мутации Да Дикий тип Это или не Дикий тип И Уж тогда Назначать Это лечение Только тем больным У которых При Пределении Вот этим методом Не выявляется Мутация Тогда эти пациенты Действительно Имеют выигрыш От назначения Анти-ИДЖИФАР-терапии Следующий слайд Пожалуйста Такой Немножко Эксординарный метод Тем не менее В рамках клинических исследований В каких-то внутренних протоколах Наверное имеют право на жизнь Поскольку Редко используется Трансцентриальная химиоэмболизация В сочетании с чем-то Тем более С какой-то лекарственной терапией Тем более У поздних линиях Лекарственного лечения Полуэректуального рака Тем не менее Есть рандомизированные исследования Вот одно из них И мы видим Что медиана общей выживаемости При сочетании Этих двух Методов лекарственного Методов локального У больных С изолированными Метастазами в печени Оно достигает Медиан общей выживаемости Порядка 18 месяцев Например На этом Эсмо Жульен Таеп Сказал В принципе Что это можно использовать На самом деле У тех больных У которых Доминантная Поражена печень Но в принципе Могут быть Какие-то небольшие Метастазы Еще по всему организму Это не ограничивает Нас в использовании Этого метода Разумеется В рамках Каких-то исследований А следующий слайд Пожалуйста Следующий слайд Пожалуйста Ну опять же Эсмо 2023 И мы видим Что наибольший интерес Если мы говорим Укола ректальном раке Там был Конечно Вот к этому исследованию Коидбрейк Где Больных включали С определенным Типом мутации Кираз Это достаточно Малая популяция Больных И на мой взгляд Здесь не совсем Правильно Конечные точки выбраны Поскольку Хотели очень быстро Получить какие-то данные Сравнивали Опять же Лечение С не совсем Стандартным На данный момент То есть это Трифрулзин Типерацил Тот же Без Биоцезумаба Тем не менее Следующий слайд Пожалуйста Было получено Преимущество В медиане Времени Без прогрессирования На новом препарате Который Так сказать Может применяться У больных Вот с этим Редким типом Мутации Независимо Да Вот как видите Там Право От Разных факторов Конечно мы все знаем Исследования Кинот 177 Бембрюлзин В первой линии Желательно Дать всем Там Беспрецедентные Результаты Которые Из конференции В конференцию Докладываются Обновляются Тем не менее Наши больные К сожалению Далеко не все Получают иммунотерапию В первой линии При наличии Микросселитной Нестабильности По разным причинам Следующий слайд Пожалуйста В этой связи Мы можем использовать Иммунотерапию Второй Последующих Линиях Следующий слайд Пожалуйста Чекмейт 142 В сочетании Если мы берем Ниви То здесь Нажимедиана Общежность Не достигнуто И Это очень Хорошая опция На мой взгляд Для тех пациентов Кто не По каким-то причинам Не получил Приморализумап В первой линии При наличии МСА Следующий слайд Тоже Ниви Исследование Небиколь Станавливаться Подробно не буду Здесь Немного меньше Медиана наблюдения Тем не менее Тоже таки Достаточно потрясающие Результаты По отдаленным Конечным точкам Следующий слайд Ну если Пембролизумап Не был в первой линии Мы можем Успользовать его Второй И в целом В нашем центре Больные Как раз Получают Второй линии Прием Сайхай На Пембролизумап Но здесь Более скромные Данные Более скромные Результаты По Общей Выживаемости Но тем не менее Этот препарат Также Обладает Высокой Эффективностью Даже не в первой Линии Лекарственного Лечения Следующий слайд Пожалуйста Ну вот Последняя работа Как Касающаяся Иммунотерапии Ну здесь Вторая линия Исследовали Обилумап Видите что По сравнению Со стандартной Химиотерапией Второй линии Он не показал Своей эффективности К сожалению У больных С микросателлидной Нестабильностью Таким образом Препарат На данный момент Рассматривать Мы не можем Для лечения Больных Колоректальным Раком С МСАЙХАЙ Следующий слайд Пожалуйста Антихер-2 терапия Здесь можно Говорить годами Целую лекцию Делать Именно По Проколоректальный Рак Есть свои Особенности Особенности Определения Хер-2 статуса В этих опухолях Особенности Метасазирования Этих опухолей Достаточно Маленький Пул пациентов Тем не менее Они Зачастую Очень сильно Обсеменены Метастатическим Процессом У них часто Бывает Метасаз В головном мозге И почему-то Часто тоже Метастазы В легких Следующий слайд Антихер-2 терапия Там много У меня слайдов Я их уже Не буду Конечно Демонстрировать Мы их пройдем Тем не менее Основной акцент Хотел сделать На том Что Тростозумат Конечно Здесь Монотерапия Неэффективен Есть Данные О том Что Тростозумат Друкстыкан Уже Дейстин Не колоректал Один Два И мы понимаем Что он будет Эффективен Тем не менее Вряд ли Кто-то в России Расследовании Сейчас будет Использовать Этот препарат Для лечения Колоректального рака Поэтому В наших условиях Я думаю Что мы можем Использовать Либо Тростозумат С протезумат Либо Тростозумат С лопатенибом Следующий слайд Пожалуйста Не будем Останавливаться Долго Все все знают Давайте Следующий слайд Следующий слайд Следующий слайд Антибирафтерабия Опять же Если мы говорим О поздних линиях То понимаем Что конечно Прогноз у этих пациентов Он хуже К сожалению Следующий слайд Пожалуйста И есть определенное Тоже Количество исследований Которые Показывают нам Эффективность Терапии Антибираф Разные схемы Двойные Тройные комбинации В поздних линиях Лекарственного лечения Но тем не менее Если мы посмотрим На следующий слайд Да Есть сейчас У нас Прекрасное исследование Которое может изменить Вообще Прогноз этих пациентов Это исследование Брейквотер Где Изучается комбинация На стандартной Химиотерапии В сочетании С Препаратами Стоксимаб Горфенип У больных В первой линии При наличии Мутации Бираф Я думаю Что Когда данные Этого исследования Будут зрелые Получены Вопрос О Значении Антибираф Терапии Какой-то В сочетании Там даже С анти-ИДЖФАР Терапией В поздних линиях Он будет снят Все больные Надеюсь Будут получать Это лечение В начале Так сказать Best first Следующий слайд Ну это На самом деле ЭСМО 2022 И в 23-м году Такая же Картинка была Мы видим здесь Наглядно Все-таки Что у нас есть Четко уже Как минимум Четыре линии Лекарственного лечения Каждая из которых Способна увеличивать Продолжительность Жизни больных Улучшать ее качество Следующий слайд Ну здесь вот вопрос Я не знаю Можно ли его будет Как-то Сейчас в рамках Дискуссии Это обсудить или нет Я задал его Также И Искусственному интеллекту Поэтому Если У нас есть время Уважаемые эксперты Могут наверное Ответить Если нет времени Можно озвучить ответ Ну наверное За неимением времени Мы уже тогда Послушаем ответ Послушаем ответ Нейросети Следующий слайд Тогда А можно попросить Нажать там Да вот Организаторов Чтобы нам Правильный ответ Трифлоридин Типирацел В сочетании Сбиваться Зумабом Супер Ну на самом деле Логично Я думаю Что все Так же ответили Поскольку На данный момент Это Во всех уже Рекомендациях Прописано Ну в целом У меня все Спасибо большое Занимание Я прошу прощения Не по моей вине Так Рекомендациях